Привет, молодёжь! У меня есть сегодня слово о поклонении. И я хочу сказать, что нам поклоняться надо больше. Нам надо проводить больше ночных молитв, нам надо проводить больше время в Божьем присутствии, потому что в Его присутствии есть полнота радости, в Его присутствии есть свобода. Ты даже можешь сказать соседу, в Его присутствии есть свобода. В Его присутствии есть свобода. Свобода от грехов, свобода от рабства, свобода от болезни, свобода от ограничения, мышления. Бог сегодня даёт нам свободу. Амин. Иисус Христос Господь. Воздайте Господу славу. Он достоин. Иисус Христос достоин. И, друзья, нам надо поклоняться больше. Нам надо поклоняться больше. И есть песня в новом альбоме «Мне так не хватает тебя, Господь». И кто-то меня спрашивал, Филипп, а почему он написал такую песню «Мне так не хватает тебя?» Я говорю, потому что, ну, сколько бы я ни общался с Ним, мне всё равно не хватает. Я хочу больше. Я хочу больше общения. И поэтому написали песню «Мне так не хватает тебя, Господь». «Свою любовь и злей на меня. Мне так не хватает тебя. Сколько я читаю слова, сколько я молюсь, я всё равно хочу больше». И вот это отношение поклонника. Бог сказал, что Он ищет поклонников в Духе и в истине. И поэтому, друзья, Бог ищет тебя. Вот Бог ищет тебя. Он хочет, чтобы ты поклонялся Ему в Духе и в истине. И я хочу прочитать им псалом очень-очень хороший. 150-й псалом. Хвалите Бога во святыне Его. Хвалите Его на твердые силы Его. Хвалите Его по могуществу Его. Хвалите Его по могуществу величия Его. Хвалите Его со звуком трубным. Хвалите Его на псалтере и гуслях, то есть гитаре. Хвалите Его с темпанами и ликами. Хвалите Его на струнах и органе. хвалите Его на звучных кимвалах, хвалите Его на кимвалах громкогласных. Все дышащие дохвалят Господа. Если ты дышишь на этом месте, то значит ты можешь поклоняться Господу. Не важно, что происходит во время дня и что случилось вчера, что случится завтра. Все дышащие дохвалят Господа. А мы тут дышим. Мы можем хвалить Господа. И, друзья, я считаю, что самый прекрасный звук, который есть на свете, это когда народ Божий поклоняются вместе, когда они поднимают свои руки, когда они молятся на языках, когда они взывают Господу, когда музыка звучит, и тогда это звучит как оркестр, когда мы все вместе поклоняемся Господу. И это особенное звучание, согласитесь? Когда мы в единстве, и все вместе мы поем, это именно этот небесный звук. Это небесный звук. И поэтому это самое лучшее звучание на планете. Это тогда, когда народ Божий поклоняется в единстве. И тогда происходят чудеса. Тогда происходят знамения. Тогда есть дары Святого Духа. Когда мы в единстве, тогда Бог приходит и начинает действовать. Тогда Бог приходит и начинает исселять наши сердца. И поэтому, друзья, нам надо быть в единстве. Аминь. Нам надо быть в единстве. И у нас должно быть отношение поклонника. И я когда смотрю на Иаков, смотрю на Иаков, и я вижу, что Иаков боролся с Богом. И сказал, я не отпущу тебя, пока я не получу благословение. Знаешь, мне так нравится это отношение. Я не отпущу тебя, пока ты меня не благословишь. И тогда Бог что сделал? Тогда Бог изменил его имя и сказал, отныне ты не будешь Иаков, ты будешь Израиль. И изменилась его судьба, его предзначение. Все изменилось в один миг. После того, как у него было отношение, я не отпущу тебя, пока я не получу благословение. Вот именно это отношение должно быть у меня и у тебя. Потому что одно встрече с Богом может изменить всю твою жизнь. Одно встрече с Богом может изменить твое предзначение. Одно встрече с Богом изменит твою судьбу. Это очень важно. И точно так же, как изменилась судьба, изменилось его имя. Он сказал, тебя больше не зовут Иаков, отныне ты будешь Израиль. Когда ты в присутствии Бога, когда ты поклоняешься, когда ты наполняешься, когда ты говоришь, Господь, я не уйду отсюда, я буду молиться, я буду поститься, я буду искать тебя, я не уйду отсюда, пока я не получу то, чего я хочу, о чем я мечтаю. Благословение, присутствие Твое, прикосновение Твое. Я не уйду отсюда. Вот тогда Богу очень нравится именно вот такое поклонение. Не тогда, когда ты смотришь на часы и говоришь, ладно, Господь, сегодня праздник, у меня есть побольше времени, я помолюсь 15 минут. И каждые 5 минут ты смотришь на часы, сколько прошло, сколько прошло, сколько прошло. Я понимаю, ну что, я так делал тоже, я так делал, но потом я понял, что нужно просто отдохнуть, нужно просто наслаждаться и поклоняться, и читать Библию, и молиться, и вообще не думать о времени. И когда это происходит, именно таким образом ты приходишь к Господу, тогда ты получишь вот именно это откровение, ты получишь эту мечту, ты получишь Его прикосновение, Его прикосновение, а когда Он прикасается к тебе, тогда меняется все. Одно слово от Господа может изменить твое поколение. Ной получил слово от Господа, это изменило абсолютно все. Давид получил слово от Господа, что он должен быть поклонником, он должен быть царем, и теперь у нас есть Салмы, это изменило все. Мы до сих пор читаем Салмы, но мы только что прочитали, 150-е. И поэтому именно вот это, это отношение поклонника. Поклонение – это образ жизни. Запиши это для себя. Поклонение – это образ жизни. Это не тогда, когда ты приходишь домой, читаешь Библию, морешься и говоришь, все, Господь, хватит. Но когда ты на учебу, у тебя должно быть отношение поклонения. Ничего не говорить оскорбительное, пошлое, потому что это будет идти против Бога. У тебя должно быть отношение святости, отношение поклонения. И поэтому, когда у тебя есть вот именно это отношение, тогда всем очевидно, что ты верующий человек. Поклонение – это образ жизни. Это то, как мы одеваемся, это то, что мы говорим, это то, как мы учимся. Поклонение – это образ жизни. Это не только, когда ты стоишь на сцене, поклоняешься или сидишь в зале, поклоняешься. Поклонение – это образ жизни. И поэтому нам нужно поклоняться еще больше. И еще больше. И Бог мне показал один пример про поклонение, особенно для лидеров, для лидеров прославления. Я был на многих служениях, где настолько сухо вообще. Вот настолько сухо. И просто звучит одна музыка, и все. И там нет никакого помазания. Может, ребята даже хорошо играют, но нет никакого помазания. Или когда ты общаешься с человеком, верующим, в Робе он верующий, в Робе он ходит в церковь, но ты не ощущаешь от него больше любовь. И думаешь, что с ним такое? Настолько все сухо. Он в Робе все правильно говорит, но не чувствует его сердце. И поэтому есть пример. Вот это ты. Это губка. И почему я использую губку? Потому что мы должны быть пропитаны Божьей славой. И поэтому на прожжение недели мы молимся, мы читаем Библию, мы проповедуем, мы должны все это делать. Но для того, чтобы это делать, нам надо искать его. И поэтому здесь вода. Это ты. Окей. И получается, на прожжение недели, опа, туда. И ты пропитываешься Божьим Словом. Все круто. Ты проснулся утром, рано утром, все хорошо. Ты молишься, ты проповедуешь, ты чувствуешь Божью силу. Ты ищешь Его. И потом ты выходишь на улицу, ты наполнен. Ты на учебу, ты наполнишься. Тебе прям все течет вообще. И потом Бог будет меня сильно использовать. Ты открываешь рот, ты начинаешь поклоняться. Ты можешь быть лидер поклонения в церкви. И ты открываешь рот, ты начинаешь поклоняться. И бум! Ух! Из тебя прям течет. Но самое интересное. Течет, 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 но не хватает на все время. Не течет вечно. И поэтому на следующей неделе пришел домой после воскресения. Опять ты хочешь, чтобы Божья сила была, что Его присутствие было на учебе, что Его присутствие было во время поклонения, если ты или поклонения. Ты хочешь, чтобы Его присутствие было. Опять ты пропитан Божьим словом, помазанием, присутствием. Выходишь на улицу, говоришь, Господь, я готов. Все, используй меня. Господь, я прошу Тебя, чтобы дары Святого Духа были сегодня на служении. Я прошу Тебя, Господь, чтобы Ты использовал меня, где бы я ни находился. Господь, я прошу Тебя, чтобы Ты использовал меня пророчествовать, евангелизировать. Господь, я наполнен. И Бог начинает тебя использовать. Раз исцеление прошло, раз Бог сделал что-то великое, и все говорят, вау, вот то, что Он говорит, это на самом деле правда, потому что я вижу, как из Него течет Божья любовь. Это правильно. Есть другой момент. Это тоже губка. Но и это Ты. И есть верующие, которые пропитаны постоянно Божьим словом, а есть верующие, которые не пропитаны Божьим словом. И Бог пытается из них что-то сделать, и вообще ничего нету. Вообще ничего нету. Если ты ведешь поклонение, ты думаешь, почему так сухо в зале? А последний раз, когда ты читал Библию, когда ты молился, когда ты постился, потому что Бог пытается выжмать чего-то из тебя, чего в тебе нет. Понимаешь? И в этом нет никакой силы. Мы должны быть пропитаны Божьим словом, помазанием. Давайте мы откроем Иоанна, 14 глава, простите, 4 глава и 14 стих. Иисус обращается к женщине и говорит, «А кто будет пить воду, которой я дам его, тот не будет жаждать вовек, но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизни». Бог хочет тебе дать непростую воду. Бог хочет тебе дать воду, которая дает полное удовлетворение это его присутствие, это сила Святого Духа. И тогда он будет выжимать из тебя абсолютно все, и ты будешь пропитан, ты будешь молиться, ты будешь искать его, все будет клево, и Бог будет использовать тебя. Бог будет использовать тебя. Но если ты пуст, друзья, то Бог не может тебя использовать. Он хочет, но он не может, потому что ты пустой, в тебя ничего нет. И поэтому лидеры поклонения, левиты, музыканты, когда мы выходим на сцену, когда мы играем, все это абсолютно пусто, даже если это звучит хорошо, но все это абсолютно пусто, если мы не читаем Библию и молимся дома. Потому что подготовка поклонения не начинается на репетиции. Подготовка поклонения начинается, когда ты дома, когда ты ищешь Бога, когда ты поклоняешься, когда следишь за своими словами, следишь за тем, что ты видишь, следишь за тем, что ты слушаешь. Вот именно вот это, это поклонение. И это отношение, которое мы должны иметь. И нам очень, очень необходимо. И теперь я хочу перейти к практическим советам. Но перед тем, как мы это сделаем, я хочу помолиться. Скажу, Бог, я прошу Тебя во имя Иисуса Христа, чтобы мы были пропитаны Твоим Словом, Господь. И когда ты выжимаешь нас, тогда течет Божья любовь. Когда ты нажимаешь на нас, тогда течет Божья любовь, Его сила, Его присутствие. Господь, мы не хотим быть пустыми. Мы хотим быть пропитаны Твоей славой и силой. Научи нас. А теперь переходим к некоторым советам поклонения. Первый совет. Пишите, когда ты поклоняешься, когда ты поклоняешься, нужно обязательно первым делом читать Библию. В молодежном служении церкви, благая весь ютформат, есть правило. Каждое служение начинается с слова. Каждое служение начинается с того, где лидер поклонений выходит вперед и читает Писание. Говорит, ребята, смотри, здесь написано, что всякий день я буду славить Господа. Это значит, что неважно, какие проблемы были, что было, что будет, всякий день я буду славить Господа. Ребята, не мои слова, это слова в Библии. Здесь Бог говорит нам, воздайте Господу славу, и тогда мы все кричим и воздаем Господу славу. Почему? Потому что начало поклонения должно быть хорошим фундаментом. Лучший фундамент это Его Слово. Аминь. То есть начинай поклонение Словом, и так начинается прославление. Потому что если ты говоришь воздайте Господу славу, или наш Бог великий, это классно, но лучше всего открыть Слово и не говорить твои Слава, а говорить то, что написано. То, что написано меняет жизни, не твои слова, а то, что написано. И поэтому мы читаем Слово в начале, потому что это хороший фундамент для поклонения. Второе. Нужно ввести народ в поклонение. Это значит, что им надо говорить поднимайте ваши руки, им надо говорить воздайте Господу Господу славу. Им надо говорить, давайте будем хлопать, им надо говорить, давайте будем молиться на языках, им надо говорить, давайте будем взывать Господу, давайте будем прыгать сейчас. Почему? Потому что ты лидер, ты лидер поклонения, и тебе нужно ввести народ. Вот, и я тебе скажу, что не все, когда приходят на служение, они думают о поклонении. Это, наверное, почти никто не думает о поклонении. Они пришли исполнить свой долг, то, что мы пришли в церковь. Но очень часто, когда начинается поклонение, кто-то думает, что вау, я кушать хочу сейчас. Кто-то думает, у меня через два часа надо уехать отсюда, чтобы забрать детей, из садика, чтобы привезти их домой, чтобы накормить их, там, что-то еще. Мне надо ехать домой быстрее, чтобы закончить уроки, и так далее, и так далее. И поэтому, когда начинается поклонение, у тебя есть множество людей, которые вообще не думают о поклонении. Они думают о еде, они думают про суету в жизни, про какие-то проблемы. И поэтому задача лидера поклонения – это направить народ к Господу. Это, чтобы было единство, чтобы ты говорил такие слова, ребята, не думайте про эту жизнь сейчас, просто подними свои руки к Господу сейчас, и начинай поклоняться, потому что сейчас это все, что важно, и тогда все начинают поклоняться, и тогда вера поднимается, и тогда приходит момент единства, и тогда приходят дары Святого Духа, и тогда Бог начинает действовать, и тогда помазание сильное, и тогда проповедь идет хорошо, потому что поклонение было хорошее, и тогда народ кается. Почему? Потому что лидер, который поклонялся, который лидер поклонения, он вел правильно, он говорил людям, давай будем прыгать, давай будем поклоняться, давайте будем цитировать место Писания, и каждый раз, когда они это делали, 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 то приходит этот момент, где есть единство, а когда есть единство, тогда Бог может приходить, тогда может быть чудеса, и вот это цель поклонения, это цель поклонения, потому что мы приходили в единстве и взывали Господу. То, что очень сильно поможет быть в единстве, это выбирать песни, которые будут в тональность, в хорошей тональность, не слишком высоко, не слишком низко, потому что возможно у тебя есть хороший голос, хорошие данные, все клево, и ты думаешь, что вот эта тональность, ми-мажор звучит круто для меня, но боквокалу как-то не очень, но главное, что он для меня круто звучит, и ты поешь, 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 боквокал не может строить ничего, у них там партия не получается, потому что это слишком высоко или слишком низко, народ в зале тоже особо не поклоняются, потому что мелодия слишком высокая или низкая, и вроде бы может даже у тебя правильное сердце, но из-за того, что музыкально это непростая песня, то ты не приходишь в единство, почему? Потому что никто петь не может, потому что слов слишком много, потому что мелодия непростая, потому что тональность не подходит, вот все эти вещи, они очень сильно влияют на поклонение, очень сильно, может ты выбрал классную песню, тебе она так нравится, но ты учил 20 минут, 30 минут, если ты учил 20-30 минут его, то не ожидай, что народ выучит его за три, понимаешь о чем я говорю? Мы должны петь простые песни, которые легко поются и которые все могут входить в его присутствие, потому что да, в зале будут люди, которые с музыкальным образованием и они будут смотреть, ну да, клевая песня, мне нравится этот переход, мне нравятся скачки в нотах, вот это прикольно, кто-то поймет, а кто-то, который вообще не понимает музыки, который вообще не может петь, будет стоять и говорит, а что мне делать тогда? И тогда поклонение превращается в концерт, тогда поклонение превращается в концерт и тогда внимание зала на лидера, который хорошо поет, который ему так хорошо, но это выглядит теперь как концерт. Когда я веду поклонение, я понимаю, что если я ввел поклонение и люди только смотрят на меня, то я полностью испортил поклонение. Почему? Потому что народ не должен смотреть на меня, а они должны смотреть на Бога. Они должны смотреть на Бога. И поэтому, когда ты ведешь, помню, это не твой концерт, это не твое выступление, это поклонение, где народ вообще не должен смотреть на тебя, а все должны смотреть на Бога. Знаешь, Мне нравятся отношения музыканта, точнее он вообще не музыкант, просто молодой человек в молодежке. И я ему говорю, ну что, Макс, как тебе вообще песня сегодня? Пастор, а что за песня? Я говорю, ну новую песню. Он говорит, пастор, я так поклонялся, я вообще не заметил новую песню. Я вообще не смотрю на вас, не смотрю на сцену, не смотрю на свет, ни на что не смотрю. Просто вот поднимаю руки и поклоняюсь. Я думаю, вау, слава Богу. Потому что народ не должен смотреть на сцену, это не концерт. Народ должен смотреть в небеса. Аминь. Воздайте Господу славу, Он достоин. Мы будем смотреть в небеса. Следующее. И я знаю, что многие скажут, что, может, я не прав, и они сначала не поймут. Нельзя вести поклонение с закрытыми глазами. Нельзя закрывать глаза. И многие сидят и говорят, как это? Это же мое личное время с Богом. Я закрываю глаза и все. И я поклоняюсь, и мне так хорошо. И я поклоняюсь, и я ухожу полностью в тебя. Я прям чувствую его присутствие, и он со мной разговаривает. И так хорошо мне становится. Но людям важно смотреть в твои глаза. Просто представь, если бы я проповедовал все это время вот так вот. Ох, молодежь. Знаешь, я уверен, что Бог хочет сделать что-то классное сейчас. Ты вообще понимаешь то, о чем я говорю? И у меня постоянно закрытые глаза. Говорит, нет, почему ты меня не понимаешь? Почему до тебя не доходит? Почему? Потому что у меня постоянно глаза закрыты. Нету никакого контакта. Ты можешь представить разговор? Привет, как дела? Ну, прекрасно, хорошо. Вообще, глаза закрыты, ты не смотришь друг на друга. Когда мы смотрим в глаза, вот этот контакт, он очень-очень необходим. Тогда есть соединение с залом. Есть соединение с залом. И тогда люди, когда слышат, как ты поешь, и говоришь, наш Бог так велик. Велик, пой со мной наш Бог так велик. Пусть видят все наш Бог. Наш Бог так велик. Он смотрит твои глаза и говорит, слушай, он, наверное, действительно верит в то, что он говорит, то, что он поет. А если постоянно закрываешь глаза, то ты теряешь этот контакт. И второе, то, что ты теряешь. Мы подчиняемся пасторам, которые в зале. И, может быть, они хотят проповедовать, а у тебя закрыты глаза. Может быть, музыканты пытаются тебе что-то сказать, а у тебя закрыты глаза. Я помню один случай с пастором Риком, где я поклонялся, все, я просто улетел. Я прям поклоняюсь, 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 поклоняюсь. И проходит долгое время, мы поклоняемся, поклоняемся, поклоняемся. И потом я чувствую тяжелую руку вот здесь. И я понимаю, что я слишком долго поклонялся, что, наверное, это папа. И он сказал мне, он сказал, Филипп, спасибо. Ты в следующий раз открой глаза, потому что я пытаюсь тебе что-то сказать. Уже 15 минут я хочу выходить на сцену. А ты все больше поклоняешься и поклоняешься, поклоняешься. Спасибо, у меня осталось 10 минут проповедовать. И я тогда, упс. Лидер поклонения имеет огромную известность. Он должен слышать Бога. Он должен следить за залом. В плане того, что как они поклоняются, он должен им говорить. Он поднимает свои руки, воздавает Господу славу. На него большая ответственность. И он должен еще следить за пасторской командой, за пастором, который, может быть, он говорит, что все хватит. А может, он говорит, что я хочу, чтобы вы продолжали эту песню еще раз, а ты начал быстро. Вот, понимаешь, наши глаза должны быть открыты постоянно. Потому что необходим вот именно контакт с музыкантами. Надо на них смотреть. А то, знаешь, ты весь ушел в себя, поклоняешься. Они не понимают, что сейчас играть. Припев, куплет, бридж. Что вообще сейчас играть? Он ушел в себя, как всегда. Ну, что с ним делать? Я могу говорить об этом, потому что я раньше был таким. Я постоянно закрывал глаза, постоянно уходил в себя, не смотрел в зал. И люди думали, ну, он сам по себе там поклоняется. Что? Нам нельзя закрывать глаза. Может, чуть-чуть. Бог, я люблю тебя. Все. Наши глаза открыты. Мы наблюдаем. Мы общаемся с людьми. Это очень важно. Следующим. Мы должны быть чувствительны Духу Святому. Я верю, что в каждом человеке, вообще, в каждой лидере есть дары Святого Духа. Если ты хочешь пророчествовать, ты можешь пророчествовать. Если ты хочешь иметь слово знания, ты можешь иметь этот дар. Дар веры, ты можешь иметь этот дар. Ты можешь все это иметь. Ты можешь научиться это делать. Просто надо быть чувствительным Духу Святому. Надо молиться. Надо искать его. И когда он тебе говорит, ты сейчас пророчествуй, то ты пророчествуй. Может, это просто внутреннее какое-то ощущение, что, Бог, мне нужно сейчас открыть Библию и начинать его читать, а потом ты дашь слово. И в Библии написано, что нам нужно ревновать о дарах Духа Святого. Мы должны пророчествовать не только в церкви, но еще на улице. Мы должны иметь слово знания. Потому что все это для церкви. Все это для укрепления. Мы должны молиться на языках и получить перевод на языках. И все это может происходить во время поклонения. Должны быть чудеса. Должны быть знамения. Должны быть те времена, где ты просто падаешь на колени перед Богом и говоришь, Бог, я люблю тебя. Должно быть время, когда ты просто молчишь и нету ни одного звука. Не поеда на клавишах, ни гитары, ничего. Молчание. Полное умолчание. Где все слушают Бога. И бывает так по 20 минут. Потому что в присутствии Бога мы должны не только говорить, но еще молчать. Представь разговор с человеком, который только говорит и говорит, и говорит, и говорит, и говорит, и говорит, и говорит. И он 20 минут уже говорит, а ты ни слова не сказал. И тебе очень резко появляется желание уйти оттуда. Когда ты смотришь на часы, начинаешь думать о других встречах, ты вообще не понимаешь, что он говорит. Потому что ты не участвуешь в разговоре. И то же самое с Богом. Мы когда общаемся с Богом, нам нужно говорить. И говорить, я тебя люблю. И говорить, что я поклоняюсь тебе, Господь. И потом молчать. Самые сильные моменты, которые я пережил с Богом, были не во время громкого поклонения на какой-то конференции. Бог со мной очень часто говорит на конференциях, на обычной. Я лежу на полу, есть полная тишина. И я говорю, Господь, говори ко мне. И у меня есть что-то, на которое я могу писать. Я чувствую его присутствие, и я начинаю писать. Его план для моей жизни. Почему? Потому что тишина. Тишина очень необходима. Важно лидеру поклонения быть смирением перед Богом, смирением перед пастором. Иакова 4 глава и 10 стих. Смиритесь перед Господом, и вознесет вас. К сожалению, иногда есть очень плохие отношения между лидером поклонения и пастором. Может, пастор говорит, мне эта песня не нравится, а лидер поклонения говорит, она модная, она клевая. Весь мир его поет, и он все равно его поет. Она, может, и помазанная. Но из-за того, что пастор сказал не петь его, а ты все равно его поешь, то, значит, эта песня уже рожден не в помазании, а это уже открытый бунт. Где ты доказываешь свое пастору. И не может быть поклонения. Не может быть вот такого поклонения. Не может быть помазания на этой песне. Потому что она является открытым бунтом перед Господом. И, к сожалению, есть целые церкви, которые разделяются. Потому что есть мнение пастора, а есть мнение лидера поклонения. Их мнения должны быть вместе. Это команда, которые должны работать вместе. Оба должны работать вместе. Если пастор говорит, что у тебя есть 30 минут, значит, у тебя нет ни минуты больше. Если он сказал так, значит, нужно смиряться. И когда Бог так говорит, Бог установил такой порядок, тогда приходят благословения, тогда будет помазанное прославление. Тогда команда прославления будет расти, тогда песни придут, потому что есть благословение. Очень важно, что мы были смиренные. Смиренные он вознесет, а гордым он противится. Гордым он противится. Знаешь, я хочу сказать, что много музыкантов, они гордые. Они гордые, они думают, смотри, какой я крутой, как я соляк играю, как я выгляжу, как я пою. Я звезда. Знаешь, это уловка дьявола. Из-за чего Бог выгнал сатану с неба? Гордость. Он сказал, я буду круче. Я буду выше Всевышнего. И эта гордость нужно распинать. Нужно останавливать постоянно. И эта гордость, она придет. Если ты не будешь читать Библию, если ты не будешь молиться, если ты не будешь поститься, если ты не будешь смирения перед Богом, эта гордость, она придет. И потом ты получишь. Потом, точнее, ты потеряешь свое служение. Так что надо быть смиреннее перед Богом. Потому что как только ты становишься гордым, Бог найдет того, кто заменит тебя. Потому что его присутствие гордость не приемлемо. Должно быть смирение. Аминь. И самое главное. Второе, Паралепинон, 5 глава, 13-14 стих. Это цель поклонения и то, что должно происходить. И не могли священники стоять на служении по причине облака. Потому что слава Господня наполнила Дом Божий. Лидеры поклонения. Мы должны поклоняться не для того, чтобы показать, какие мы крутые музыканты, или наш голос, наши способности. Это вообще не важно. Самое главное. Это, чтобы облако Господне наполняло зал и чтобы его присутствие было настолько сильное, что оно разрушало грех, препятствия, чтобы люди исселялись, чтобы жизни менялись. Вот это настоящее поклонение. Именно, когда мы так поклоняемся, Богу нравится. Написано, что наше поклонение как фемиан, как приятное благохание Господу. И он сидит на бесах. Да, мне это нравится. Я приду и вселю их землю. Я приду и сделаю чудо в их жизни. Аминь. Для меня честь и привилегия находиться на этом концерте. Ой, простите, на этой конференции. И я хочу попросить, что те, которые в прославлении, вы считаете себя поклонниками, чтобы встали, все остальное сидите. Я хочу помолиться. Знаешь, я верю, что самое великое пробуждение в Казахстане, в России, они придут через песни, которые написаны нами. И я верю, что когда ты поешь песню, которая пережита, тогда она сильная, тогда она мощная, тогда это не какие-то чужие аккорды, чужие слова. Тогда это песня, которая исходит от сердца. И он по-другому вообще влияет. Он по-другому вообще поется, воспринимается. И я верю, что Бог призывает сейчас людей, которые будут писать свои песни. Я хочу помолиться. Господь, я благодарю Тебя за каждого человека, каждого певца, каждого музыканта, Господь. В каждом человеке есть дар, великий Бог, и я прошу Тебя, великий Бог, благослови. Благослови во имя Иисуса Христа, великий Бог. Пускай, Господь, они услышат звуки небес, и они будут писать свои песни, Господь. И будет сила Святого Духа на их служениях, Господь, во время поклонения, Господь. Где бы они не были, Господь, пусть поклонением будет образ жизни. Во имя Иисуса Христа, великий Бог. Аминь. Для меня честь и привилегия находиться на этой конференции. через видео. Но все же я чувствую, я чувствую Тебя. Я чувствую твою страсть к Богу. Лучше впереди. Аминь. Иисус Христос, Господь. Увидимся.